Кадровые вопросы откладываются до следующего года. Ни назначения нового главы Нацбанка, ни ротации в Центр-Избиркоме в Раде не обсуждались. Хотя сегодня этих вопросов ждали. Тем не менее, без спору трибуны не обошлось, о чем громко говорили и что тихо принимали далее в материале. Главы Нацбанка визиты отставку, которую анонсировали всю неделю, в парламенте сегодня нет. Как и ее отчета, не рассматривается и назначение нового руководителя НБУ, а также прочие кадровые вопросы. Я вам хочу сказать свою особистую думку. Треба терміново приймати решение и по главе Нацбанка, треба формовать новий склад Центральной выборчей комиссии. Насколько мне известно, в дальнейшем время мают появиться эти кандидатуры. Фракция «Самопомощь» не может поддерживать кандидатуру на посаду главы Нацбанка, которую мы не рассматривали на фракции, которая официально на сегодняшний день в парламент не внесена президентом. И эта людина, ни одна из этих людей, ни один из этих людей, которые обговорюются, это че пан Смолій, че пан Лавренчук, они не были у нас на фракции. Кадровые призначения, которые сегодня планировались провести, они не провели, потому что нет сгоди в середине заложки управления коалицией. Но и без кадровых вопросов спокойным Радовский день не назовешь. Шуму наделал законопроект об установлении счетчиков газа. Споры вызвало даже не суть документа, а очередность рассмотрения. И сейчас я вернусь к залу с великим проханием, успокойтесь. В тот момент, когда мы должны идти по регламенту, по порядку денному установленному, несколько депутатов, снова таки, от двух фракций заблокировали трибуну и влаштували настоящий хай с требованием поставить на голосование без обговорения. Но самопомощь и Батьковщина от трибуны не отступали. Отступить пришлось от намеченной повестки дня и перейти к газовым вопросам. Нардепы предлагали срочно изменить нормы действующего закона об установке счетчиков, дабы избежать коллапса. 1 сентября, в соответствии с законом, газовые компании прийдут и просто отключат газ, требуя от людей, чтобы стоял домашний лечебник газа, и чтобы люди забыли про квартирные лечебники, которые дают людям справедливость в использовании. Новый документ обязывает поставщиков газа устанавливать счетчики в квартирах, а не в домах. Стоимость каждого порядка двух тысяч гривен. Установить нужно около трех миллионов приборов. Сейчас бы такой объем компании не потянули и включили расходы бы в тариф. Депутаты предложили растянуть остановку во времени на четыре года до 2021-го. Все газовые компании встановлюют самостоятельно и с собственной инвестиции встановлюют загальнобудинковые лечебники. И это приводит к непомерного увеличения вартости оплаты за газ громадянами, которые живут в домах, которые обладают только газовыми плитами. Безусловно, лечебники должны встановить индивидуально на каждую квартиру, чтобы человек платил столько, сколько он живет. Но какую цену сегодня украинцы платят за газ? Когда себе вартость украинского газа максимум 2,5-3 тысячи гривен, а мы платим по 7-200. Не менее важное вопрос – это вартость коммуналки. Когда 90% своего дохода, украинская семья должна платить за коммунальные услуги. И если мы решим проблему лечебников, не решивши проблему снижения тарифов, это обманювать людей. Этот закон позволяет им в одностороннем порядке встановить загальнобудинковые лечебники. Только индивидуальные для каждого абонента. Вот это будет означать и качество, и уменьшение споживания, и уменьшение витрат каждого человека, и защищение. Этот закон забороняет, если хотя бы одна квартира отказывается на загальнобудинковый лечебник, он не встановляется. Это касается десятков миллионов украинцев, и это очень важное социальное вопрос. И очень важным для нас для того, чтобы в этом законе были вредены поправки, что люди не платят за встановление этих лечебников. За эти лечебники должны платить газовики, и эти лечебники должны быть в тарифе. Давайте хоть сейчас объединяемся и поддерживаем людей, проголосуем за квартирные лечебники, за газ. Иделия на табло 325. Народных избранников поддержали документы. А еще сегодня смогли наконец отозвать депутатский законопроект об антикоррупционном суде. Несколько недель им это не удавалось. Голосов не хватало. Сегодня хватило. Мы открыли дорогу для подания президентского законопроекта. И, наконец, я уверен, что антикоррупционный суд будет создан в Украине. Это даст допомогу нашим новостворенным органам по борьбе с коррупцией працювати более эффективно. И, наконец, мы увидим коррупционеров за гратами. З 16 числа будем рассматривать первое читание законопроекта, предлагаемый президентом. Теперь очень важно, что мы будем делать в 2018 году. Найголовное, что нужно изменять бюджет, увеличивать социальные стандарты, увеличивать финансирование галузей экономики, увеличивать децентрализацию, финансирование регионов, увеличивать финансирование обучения и науки. Это главное. Второе, что нужно отменить тарифы. Те, которые приняты на сегодня. Люди не могут их платить. Третье, увеличивать субсидии для тех, кто не может сплачивать тарифы. И четвертое, мы должны делать все, чтобы у нас в стране была изменена в нынешнем виде так называемая медичная реформа. Потому что это будет величезный стресс для людей, когда они с 1 сечня будут платить деньги за те послухи, за которые платить их просто неможливо. Следующее, что тоже важно в следующем году сделать, это сделать все шаги, которые можно сделать, чтобы установить мир. И тут мы снова возвращаемся к закону про реинтеграцию, пакету законов от оппозиционного блока, про обеспечение прав преселенцев. Все это должно быть принято. Все непринятые законы перекочут в Новый год. В этом Рада себя исчерпала. И завтра формальный рабочий день. А чтобы депутаты меньше ссорились, сегодня дети из скаутской организации принесли им Вифлеемский огонь, как символ мира.